За прошедшие сутки в Наринмаре выявлен всего один случай заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 17 пациентов. В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. Компания по вакцинации жителей Ненинского округа стала предметом для обсуждения на еженедельном совещании главы региона с руководителями органов власти. Как отметили в профильном департаменте, вакцинация на территории региона продолжается в штатном режиме. Все сельские поселения по заявкам медорганизаций были обеспечены необходимыми дозами вакцины. У нас на сегодняшний день привито 7,6% от всего населения и 12,7% от той категории лиц, которые должны быть привиты. То есть у нас на сегодня привито 3 368 человек. На этой неделе в округ поступит новая партия вакцины в количестве 1000 штук. Напомню, записаться на вакцинацию можно по короткому номеру 122 и на портале госуслуг, а также в своей медорганизации. Вопрос очень важный для нас, в первую очередь для жителей. Чем быстрее вакцинируемся и выработаем такой коллективный иммунитет, тем быстрее защитим всех жителей от вируса. Что касается карантинных мер в образовательных учреждениях региона, которые ранее были введены в отдельных учреждениях по ОРВИ и контактам с заболевшими COVID-19, то на сегодняшний день все они отменены. Также в ходе рабочего совещания глава региона подвел итоги встреч в Наринмаре с заместителем главы Росрыболовства Василием Соколовым. Визит был более чем плодотворный, удалось окончательно решить вопрос по проблеме карской губы, ее включили в северный рыбохозяйственный бассейн, удалось снизить стоимость путевки на семгу. Напомню, в ходе рабочего визита представителей Росрыболовства в окружную столицу были проведены консультации с органами власти, депутатами и рыбаками. Василий Соколов сообщил, что ведомство внесло изменения в правила рыболовства в северном рыбохозяйственном бассейне. Теперь жители прибрежных сел региона могут на законных основаниях ловить рыбу в Карской губе. Документ находится на регистрации в Минюсте. На встрече с губернатором была достигнута договоренность о том, что право выдавать путевки на вылов рыбы на промысловых участках в округе в скором времени перейдет под юрисдикцию субъекта, а самих участков станет больше. Кроме того, в ходе встречи с представителем Росрыболовства, руководителем департамента цифрового развития, была поддержана еще одна инициатива Ненецкого округа. Департамент цифры вышел с инициативой, чтобы услуги по учету сетей, которые сейчас наши жители делают на Ренмаре, в территориальном органе, они бы делали в МФЦ, то есть без приезда в город. То есть мы понимаем, что им сейчас нужно приехать, потратить деньги на дорогу, записаться, сдать документы, потом дождаться ответа, не факт, что в этот же день, ну и понятно обратно. Росрыболовство инициативу поддержало. В настоящее время готовится соответствующее соглашение с МФЦ, и в будущем маркировать орудия лова жители сел смогут в ближайшем офисе «Мои документы», сеть которых развернута в населенных пунктах округа. У нас с вами по проблемам, которые ставили рыбаки, скажем так, есть определенный прорыв, мы достигли тех целей, о которых нас просили рыбаки. Но очевидно, что проблемы охотников не решены, поэтому прошу активно отработать сейчас все те запросы, которые идут от охотников, с учетом того, что уже не за горами у нас охотничий сезон. Иван Никонов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.